МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энергетический бизнес-проект Трамп дал зеленый свет новым угольным шахтам США. Что это отдаст Украине? Громкое задержание. В Италии взят под стражу украинские военные из батальона Кульчицкого Виталий Маргев. Его подозревают в убийстве фотокорреспондента Андреа Ракелли. Он погиб в мае 14-го под тогда еще оккупированным Славянском в результате минометного обстрела. Замгенпрокурора Евгений Енин на своей странице в Фейсбуке заявил, что Украина потребовала от своих итальянских коллег или предоставить доказательства причастности Маргева к убийству Ракелли или немедленно его отпустить на свободу. По словам координатора батальона, нардепа от БПП Антона Антонищака, Маргев, который служит на должности замкомандира взвода, до сих пор как подозреваемый не значился. У Генеральной прокуратуры Украины ведется криминальное расследование, опитывание десятки свидетельств, данные десятки пояснений. Идет тесна співпраца с итальянской стороной. Все факты, которые наши сторони известны, все факты известны были итальянской стороной. Тому Виталий Маркин по жодному з тих фактів не проходив. Тому вчора заступник Генерального прокурора, пан Йенин, звернувся офіційно до итальянской сторони ввечері з офіційною вимогою надати пояснення і правові підстави по даному факту. Серая зона Донбасса. Це тих населенних пунктах, контроль за которими лежить на Києві, но які фактично оккупированы боєвиками. Здесь проживають в основному пожилі люди. Кто обеспечиває їм лічення, поставляє продукты і воду. С жителями одного із таких поселков, расположенных прямо на линії оборони, пообщався наш корреспондент Геннадий Вивденко. Вот там дальше украінська територія, поселок Південний. Однак контроль украінський закінчатся вот здесь, вместе с линией оборони, где стоять украинські военні. Ситуация получается парадоксальна. Сам поселок мы не контролируем, однака несем за него ответственность. По минским договоренностям поселок наш, однак там все время патрулий боєвиков. Съемки в самому Південном невозможны. Противник може открыть огонь. Если там появятся ВСУ, воспримут як провокацию. Так и живут местные между двумя мирами, хотя и не считаются официально оккупированными. Мы в территории Украины. Ну мы можем туда сейчас заехать вместе с вами? Нет. А почему? Ну потому что там ходит ДНР. Присутствие оккупантов в поселке создает серьезные проблемы. Нельзя восстановить поврежденную электролинию, водопровод и тому подобное. У нас с продукцией очень тяжело. Если б не Красный Крест, мы бы, наверное, не выжили бы. Туда не может проехать машина, починить водопровод. Там 15 тысяч кубов, по-моему, да, питьевой воды в день выливается людям на огороды и людям в подвалы. Там затопило все, там размыло дорогу. Вот до этого санитарная машина, скорая помощь, скорая помощь не смогла туда проехать. Именно из-за этого в 30-тысячном Торецке сейчас гуманитарная катастрофа. Нет воды. Из больницы присылают уже второе авто марки УАЗ. А вдруг проедет. Врачи говорят, что не боятся. Что делать? Ну что вы предлагаете? А за кем вы сейчас туда едете? Ковальными парализованными. Вы этот самый, неврологию ложите. Активист из Пивденова Ольга и офицер гражданско-военного сотрудничества из бригады, которая стоит тут на передовой, прямо на линии пересечения уточняют списки тех, кто действительно проживает в поселке. Только они будут иметь право пересекать линию огня. Остальные будут ездить через соседний контрольно-пропускной пункт Майорск. Это поможет ловить возможных диверсантов из соседней Горловки. Попить, попить, мужчина, попить. А то жарко на выпусках, вот ребята попить. Виктор из Пивденова принес бутылку газировки бойцу на опорнике. Рад, потому что с нашей стороны подняли ему пенсию на 200 гривен. Я раз в неделю хожу скуплять, тушенку, пюре, быстро картошку, ну все, что-то есть. Там у них же русские пришли, там цены бешеные. Вот и потому себе вот сюда пенсию получают, терроресы получают. Боец говорит, не все так лояльны и уверен, одна из причин – отсутствие у людей информации. В поселке проживает до сотни граждан Украины. Почти все в возрасте от 55 и старше. Следователи Генеральной прокуратуры близкие к расследованию убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил глава ГПУ в интервью журналистам издания «Радио Свобода». По словам Луценко, дело сейчас квалифицирует как теракт и в его организации подозревают российские спецслужбы. Прокомментировал Юрий Луценко и ход расследования дел о расстрелах на Майдане. Команда прокуроров и следователей докладывает мне о готовности в 4 квартале этого года закончить следствие по расстрелам на Майдане. Самые литератические страницы 18, 19, 20, 21 сейчас находят свою юридическую оценку в доработанном подозрении. Это уже сделано. И следующие шаги в окончании экспертиз и предъявлении обвинительного акта. Финансовую пирамиду ликвидировали в Днепропетровской области. Там руководители двух страховых компаний присвоили более 75 миллионов гривен. Вкладчикам сулили немалые доходы за размещение депозитов на их счетах, но не выплатили людям ни копейки, да и деньги не вернули. Как сообщили в СБУ, пострадавших почти 30 тысяч. Два причастных к афере уже задержаны, им объявлено подозрение. Кроме Днепропетровской области, преступники действовали в Киеве, Житомире, Харькове и многих других городах. Организаторам пирамиды грозит до 12 лет тюрьмы. Кто ловит рыбку в мутной воде госзаказа? Нардеп Сергей Каплин требует разобраться, насколько прозрачны торги по закупке рыбы для Нацакадемии сухопутных войск. ВУЗ заказал 12 тысяч килограммов замороженной продукции. При этом в торгах участвовали два предпринимателя. Предложение победителя отличалось лишь на 1 тысячу гривен. К тому же, по словам Каплина, поставщик рыбы 21-летняя Виктория Казак зарегистрировалась предпринимателем всего за 8 дней до конкурса. И успела за это время получить две рекомендации, приобрести товар, подписать договоры и успешно продать продукты учебному заведению. Подробности тоже проводят расследование закупки рыбы для Нацакадемии сухопутных войск. И уже завтра наш материал появится в эфире. В свободное плавание уходят цены на основные продукты. С 1 июля Кабмин больше не будет регулировать торговые наценки на муку, хлеб, яйца и свинину. Чего ждать от вольного стиля поставщиков и торговцев? И как выплывать украинцам в таких условиях? Выясняла Ирина Романова. О том, что с сегодняшнего дня правительство отпускает цены на продукты, в частности на свинину в свободное плавание, Владимир слышал. Делает свой прогноз. У нас какая-то тенденция. Если уже пошло выше, ниже оно не будет. Как у доллара. Тоже самое цены на продукты питания. Кроме свинины, торговые наценки больше не будут ограничивать на муку, хлеб, макароны и крупы. Сахар, говядину, мясо птицы, вареные колбасы, а также молочку, сыр, сметану, масло и яйца. В целом на 15 групп товаров. Теперь, говорится в постановлении Кабмина, субъекты хозяйствования будут устанавливать стоимость в режиме свободного ценообразования. Отменить госрегулирование правительство решило из благих побуждений, чтобы снизить административное давление на бизнес и избавиться от чрезмерного вмешательства государства в экономику. Это позитивный сигнал, поскольку это спрощение введения умов для бизнеса. Если за месяц цена увеличилась больше, чем на один виток, там не позже, чем за 9 дней до изменения цены, виробник мог подать полный перелик документов на Держпродспоживслужбу. После чего, в термин до 7 дней, могла дать ответственность оборудованной поднятие цены цены. Такие шаги, они ускладывающие для бизнеса, и ряд виробников, они просто отмывались от виробницы всей продукции. В бюрократии может стать меньше, да и жизнь производителей и торговцев упростится. Последнее, кстати, на кабиновское новшество пока не отреагировали. Цены, говорят, на птицу яйца и молочку не поднимали. Нет, не изменилось. Так как были цены, так и остались. 60 гривен килограмм? Нет. Домашние яйца, у нас таких было 20 гривен десяток. А тиждень назад такие самые цены? Такие самые цены. Но в перспективе, прогнозируют эксперты, ситуация может измениться. Для споживания, как бы, короткостроковый, с перспективы, это может измениться подвижение, но вероятность этого мало. В долгостроковой перспективе, наоборот, можно ожидать на большее пропозиции с боку вырубников, а с боку, с большей пропозиции, оно еще не отримает тесную цену. Уже начиная с сентября мы увидим действительно какие-то ценовые колебания, и они будут уже достаточно существенные. Стоит ожидать действительно роста цен только на определенные такие товарные группы, такие как хлеб, такие как мясо. Сейчас, к сожалению, возможна спекуляция. Мы можем за короткое время, за тот же самый месяц, увидеть повышение цены на 30 на 50 процентов, потом снижение цены произойдет, но фактически спекуляция произойдет. То есть кто-то уже на этом заработает. За последний год цены продукты без отмены госрегулирования выросли на 16 процентов больше, чем инфляция, и уже достигли европейского уровня, говорит эксперт. Хотя в той же Европе рост стоимости товаров не может превышать 5 процентов. И даже эти 5 находятся под строжайшим контролем государства. Ирина Романова, Василий Миновщуков, подробности, телеканал Интер. Чего ждать украинцам от другой кабминовской инновации, пенсионной реформы? Об этом говорила сегодня нардеп Наталья Королевская на встрече с представителями Харьковского областного комитета участников войны, ветеранами Чернобыля и людьми с ограниченными возможностями. Королевская уверена, что пенсионные инициативы правительства не слишком удачны, и чтобы их доработать, необходимо учесть многие факторы. К сожалению, то, что они предлагают, это приведет, по большому счету, к ликвидации, как таковой, социальной, солидарной системы пенсионного обеспечения в Украине. Цель, которую они перед собой поставили, это лишить людей права выхода на пенсию, и вместо пенсии платить социальную подачку, ну, чтобы человек просто там не умер с голоду. Тут никакой сегодня системы социальной защиты, гарантии, солидарной системы, системы второго уровня правительство не предлагает. Поэтому мы категорически против пенсионной реформы. Америка меняет правила игры. Дональд Трамп намерен сделать США крупнейшим в мире поставщиком энергоносителей. Выгодно ли Украине закупать газ и уголь в США, и когда начнутся поставки? Дмитрий Анопченко, об этом он в Вашингтоне. Америка на пороге энергетической революции, заявляет сейчас Дональд Трамп. Он отменяет существовавшие десятки лет мораторий на открытии новых угольных шахт и на добычу энергоносителей в самих Соединенных Штатах. И уверяет, ресурсы страны просто огромные. Запасов природного газа у нас на 100 лет чистейшего угля на 250. Мы можем стать топ-производителем нефти и производителем номер один в мире природного газа. По словам президента, речь идет о миллионах рабочих мест и триллионах долларов прибыли для страны. При этом Трамп прозрачно намекает, мол, до этого поставки нефти и газа использовались некоторыми странами как политическое оружие. Но для Америки это исключительно бизнес-проект, когда Штаты не будут увязывать экономику и политику и не будут говорить другим странам, что им делать. Для многих стран, в том числе и для Украины, это возможность не только избавиться от российской зависимости, но и получить крупного, а главное, надежного поставщика. Другой вопрос, все им сейчас и задаются, а насколько это будет выгодно экономически? В ходе своих недавних американских встреч Петр Порошенко договорился о поставках американского угля для украинских ТЭЦ и сжиженного газа для украинского рынка. Эксперты по морским перевозкам поясняют нам, в Луизиане Штаты построили огромный ЛНЖ-терминал, Лейк Чарльз, мощностью 15 миллионов тонн в год. Инвестиции в него при прошлой администрации были заморожены, но сейчас проект снова ожил. Газовоз оттуда способен в среднем за 16 дней пересечь Атлантику, пройти через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы и выгрузиться в украинских портах, к примеру, в порту Южной в Одесской области. А вот поставки угля из Пенсильвании порт Филадельфия крупнотоннажные суда не принимает, но из того же Балтимора теплоход за три недели способен дойти до Украины. Его запросто примет Ильичевский порт возле той же Одессы. Уже в августе ждут первое судно 120 тысяч тонн, а в целом Украину планируют получить до 2 миллионов тонн американского угля. Эксперты говорят, формула тут простая, чем больше, тем дешевле. Если закупки будут крупными, к примеру, 200 тысяч тонн на борту одного судна и выше, то американский уголь по цене в принципе может быть конкурентоспособен с тем, что Украина закупала ранее. Ну а если закупки пусть и у частных компаний, но будут проводиться под контролем и под эгидой американского правительства, то это снимет возможную коррупционную составляющую. Украина уже сказала нам, им нужны миллионы тонн прямо сейчас. Есть много других стран, которым это тоже необходимо, и мы намерены начать поставки. Спрос уже сейчас огромный. Накануне подписана сделка по сжиженному газу на 250 миллиардов долларов с Южной Кореей. Польша тоже заявляет, хотела бы стать частью проекта и сама отказаться от российского газа и принимать американский для Украины, Болгарии, Румынии, Хорватии. Ведь ценность контракта с Соединенными Штатами не только и не столько цена, сколько уверенность в том, что поставки газа не будут зависеть от каких-либо политических условий. И Дональд Трамп готов гарантировать это лично. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Новые правила для пересечения границ Шенгенской зоны утвердили послы ЕС. Речь идет об усовершенствованной системе контроля, которая будет хранить отпечатки пальцев, фото и паспортные данные пассажиров в течение 3-5 лет. Нововведения коснутся всех граждан из так называемых третьих стран. При этом разницы нет, путешествует пассажир с визой или по безвизовым правилам. ЕС надеется, что это поможет борьбе с терроризмом, а кроме того, улучшит качество пограничных проверок. Документ еще должен рассмотреть Европарламент, а затем утвердить Совет Европы. В Страсбурге, в здании Европарламента, сегодня прошла церемония прощания с Гельмутом Колем, бывшим канцлером Германии, одним из идеологов современного Евросоюза. Напомню, он скончался 16 июня. Проститься с Колем приехали многие мировые лидеры, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. Продолжит Алексей Пшемызкий. Архитектор Евросоюза, добившийся падения Берлинской стены и объединения Германии в 1990 году. Гельмут Коль отдал своей стране 16 лет в должности канцлера и всю жизнь был главным идеологом расширения Евросоюза. Здесь, в ЕС, его по праву считают отцом-основателем современной Европы. Церемония прощания прошла в главном зале Европарламента. Чтобы пронести гроб с телом экс-канцлера Германии, пришлось убрать первый ряд кресел. Впервые с момента строительства здания. Коль был храбрецом, человеком, объединившим Европу. Он выступал за мир и справедливость без границ. Сегодня нам нужна более эффективная Европа, та, о которой мечтал Гельмут Коль. Не просто общий рынок с единой валютой, а союз, который ставит права человека превыше всего. Проститься с Колин в Страсбурге собрались десятки европейских лидеров и сотни политиков со всего мира. Сегодня тут, в Страсбурге, Немеччина, Европа и весь мир прощались с великим немцем. Великим канцлером, который объединял Немеччину. И великим лидером объединенной Европы. И великим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в родине европейских народов. И я верю в то, что объединенными усилиями Европы и света мы можем повернуть мир в Украину, мир в Европу. На церемонии должен был выступить Михаил Горбачев, поддержавший в 90-м году идею Коля объединить Германию. Но в последний момент из-за болезни врачи запретили ему столь дальние путешествия. Слово взял близкий друг Гельмута Коля, бывший президент США Билл Клинтон. Каждый из нас рано или поздно окажется в гробу и вопрос в том, что мы оставим после себя. Гельмут Коль дал каждому из нас возможность сделать что-то большее. Создать мир, в котором никто не будет господствовать, где у каждого будет право на свое мнение, где мы сможем преодолевать наши разногласия. Но без разногласий не обошлось. Вдова Коля, Майки Рихтер, выступила категорически против проведения официальной церемонии в Германии, где, по ее словам, якобы недооценивают вклад Коля в развитие страны. Гроб также не был покрыт немецким флагом, только флагом ЕС. Сам Коль в завещании якобы высказался и против участия в церемонии Ангела Меркель, политикой которой, по словам многих, он в последнее время был недоволен. Однако нынешняя канцлер Германии все же сказала прощальное слово вместе с новоизбранным президентом Франции. Для моего поколения Гельмут Коль это история, история объединенной Европы. Без него нас здесь не было бы, без него не было бы той Европы, которая есть сегодня. Мы должны бороться за Европу, за европейское будущее, и я смотрю в это будущее с оптимизмом. После церемонии тело Гельмута Коля отправили на корабле по реке Райн, прямо из Страсбурга в немецкий город Шпайр, где пройдет молебен, а затем он будет похоронен. Не будут ли похоронены надежды Гельмута Коля на успешную и процветающую Европу? Главный вопрос, которым задаются многие политики, в том числе и здесь, в Страсбурге. Кризис беженцев, угрозы терроризма, Брекзит и противостояние российской агрессии – это лишь малая часть тех вызовов, с которыми теперь столкнулись нынешние европейские лидеры. Удастся ли Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону сохранить Европу Гельмута Коля, не проигравая популистам, вроде Марин Лепен покажет время. Из Страсбурга Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности – телеканал Интер. Официальное расследование против Марин Лепен начали во Франции. Лидера ультраправого национального фонда обвиняют в растрасе денег Европарламента. Подозревают, что она устраивала туда однопартийцев на должности помощников, при этом они получали зарплату, не выполняя никакой работы. Речь идет о миллионах евро. Сама Лепен все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным. Трех подозреваемых в подготовке теракта задержали в Великобритании. Спецоперацию провели на востоке Лондона. Что нашли во время обыска в домах у подозреваемых, в полиции пока не комментируют. Также ничего не известно о личностях задержанных. В заявлении Скотланд-Ярда говорится лишь, что три человека обвиняются в подготовке и подстрекательстве к терактам. В Закарпате задержали водителя Лексуса, который сбежал от пограничников. Напомню, это произошло 27 июня в пункте пропуска Вилок на украинско-венгерской границе. Туда с целью дальнейшего выезда в Европу заехала престижная иномарка. За рулем был закарпатец, пассажир киевлянин. Пограничники обнаружили, что точно такая же машина с такими же номерными знаками уже выезжала из Украины в начале месяца и назад не возвращалась. Заподозрили, что перед ними авто-двойник. До досмотра не дошло. Пассажир пересел за руль, развернул машину и помчался из пункта пропуска, снося шаг с лагбаумы и травмировав пограничника. Чуть позже Лексус нашли брошенным в кустах. Беглица искали несколько дней. Пользователи соцсетей уверены, на машине привозили что-то ценное и водитель спасал груз. Пограничники свои версии инцидента пока не называют. А на границе с Польшей изъяли более 100 килограммов янтаря. Это произошло сегодня на пункте пропуска Краковец. Осматривая груз с топливными гранулами, пограничники обнаружили там и пакеты с камнем-сырцом. Товар везли в Чехию. Чтобы найти всю контрабанду, разгрузили более 20 поддонов. В результате обнаружили 6 пакетов с камнем общим весом 106 килограмм. Янтарь изъят до решения суда. Водитель авто, на котором пытались его перевезти, уверяет, ничего контрабанде не знал. Стрельба, погоня и спецназ. Накануне вечером в Николаеве задержали банду серийных грабителей секонд-хендов. Все подробности у Кирилла Ющишина. Настоящий экшен разгорелся в Николаеве накануне на проспекте Центральном. В помещении секонд-хенда ворвались двое неизвестных. В тот момент там находился валютчик. Бандиты расстреляли мужчину из обреза практически в упор и отобрали жилетку с деньгами. По стечению обстоятельств как раз в это время мимо магазина проходили двое мужчин. Один действующий сотрудник полиции, второй в отставке. Они начали преследовать преступников. Те пытались скрыться на велосипедах. Завязалась перестрелка. Одного бандита удалось догнать во дворах многоэтажек. Второй налетчик успел добежать до своего дома и забаррикадировался в квартире, вооружившись обрезом. Патрульные и оперативники, прибывшие на место, перекрыли все выходы из здания. Квартиру грабителя штурмом брал спецназ «Корт». Причастность к ограблению валютчика в секонд-хенде он отрицает. Что вы забрали валютчик? Я ничего не запирал. Я вообще не могу понять, на чем лёс идёт. Есть дома что-то незаконное? Ну, приятель один забежал, дал сумки, конечно. Сказал, что спрячу. В квартире задержанного нашли оружие и шашки, вероятно, со взрывчаткой. Добычей налетчиков стали 400 тысяч гривен. Следователи несколько часов пересчитывали и переписывали номера купюр. Как оказалось, это не первый улов задержанных. Недели ранее они же ограбили другой секонд-хенд. Вынесли к кассу 10 тысяч гривен. Раненый валютчик сейчас в больнице. Его прооперировали. Угрозы для жизни нет. Оба задержанных уже в изоляторе временного содержания. За серийные грабежи каждому грозит до 15 лет тюрьмы. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. В Ивано-Франковске разгорается скандал в связи с появлением в интернете видеодраки между учениками одной из школ. Его обнародовал юрист Украинского Хельсинского союза Олег Веремиенко. Он заявил, в этом заведении учащихся бьют систематически, а руководство попросту закрывает на это глаза. Подробнее далее в сюжете. Эти видеокадры на своей странице в фейсбуке разместил юрист Олег Веремиенко. На них ученики 13-й школы Ивано-Франковска выясняют отношения. Правозащитник пишет, случай далеко не единичный. В школе действует настоящая банда старшеклассников. Они постоянно бьют младших, а преподаватели попросту закрывают на это глаза. Парень, которого избивают, Юрий. Ему 13. Он сирота, живет с опекуном с сестрой. Встречаться с журналистами она не захотела, мол, претензий никому не имеет. В руководстве школы вообще считают видео постановочным. Психолог, посмотрите, то будет видно, что это не настоящая бейка, это просто разыгранный инцидент. А так называемом разыгранном инциденте, который произошел в школе, в департаменте образования узнали недавно. Ситуацию, мол, только изучают. Мне даже удивлена информация про то, что психологи, которые смотрели на это видео, одностайно утверждают, что это такая себе подлитковая игра. Что это такая себе постановка. Если люди недопрацовывают, если они не постоянно выполняют свои функциональные обязательства, то, конечно, будут какие-то средства вплива. Драка была настоящей, подтверждает еще один из ее участников, Макар. По его словам, он действительно сцепился с Юрием, поскольку тот накануне не раз его обижал. Сейчас, утверждает Макар, все уже помирились. Это было еще в квотне, и после того, мы сразу с ним помирились, и я даже не знаю, кто бы выклал это видео. Несмотря на то, что опекун мальчика писать заявление в полицию отказалась, правоохранители начали проверку. Однозначно, военные люди, изображены на видео, они будут притягиваться до ответственности, как родители с детьми. Дети нам известны. Пока съемочная группа подробностей готовила материал о фактах насилия в 13-й школе, стало известно, что опекун избитого подростка все же пошла в полицию. Правда, заявление написала не на обидчика своего брата, а на адвоката, который обнародовал видеодраки в интернете. Мол, никто не спрашивал разрешения на публикацию. Кроме того, на видео правозащитник засветил лицо мальчика, чем нанес подростку психологическую травму. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Казначея Ватикана обвиняют в педофилии. Кардинал Джордж Пелл, третий должностное лицо в католической церкви и самый высокопоставленный священнослужитель, которого когда-либо обвиняли в сексуальных домогательствах. Все подробности у Светланы Чернецкой. После папы римского и госсекретаря Ватикана, кардинал Джордж Пелл, третий человек в католической церкви. Ему 76, и он глава секретариата по экономике, то есть казначей. Процесс над кардиналом уже назвали историческим. Джордж Пелл – самое высокое должностное лицо, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Делом занимается полиция в Австралии, где Пелл родился и где началась его церковная карьера. События касаются периода с 70-х по 90-е годы, когда он был архиепископом Мельбурна и Сиднея. Следователи подчеркивают, речь идет не об одном, а о многочисленных эпизодах растления несовершеннолетних. Сам Пелл обвинение отвергает и намерен покинуть должность только на время судебного процесса. Это ложные обвинения, и они только укрепляют мою решимость очистить свое имя на суде и вернуться в Рим, чтобы продолжать работу. Уже не впервые кардинал Пелл оказался в центре сексуального скандала. 15 лет назад ему предъявили подобные обвинения, но оправдали из-за недостатка доказательств. Год назад началось расследование новых исковых заявлений о растлении детей. И вот сейчас следствие готово доказать вину кардинала в суде. Вся эта история весьма негативно отразится на главе католической церкви Джордж Пелл близкий советник Папы Римского. А Франциск обещал честно и открыто бороться с педофилией в церкви, но пока не спешит отрекаться от своего советника. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Почему Адель отменила концерты в Лондоне, как в Хорватии? Можно поплавать на такси и из чего чилийские ученые научились добывать дизельное топливо? Об этом не только. Смотрите далее в нашем обзоре. Адель отменила два концерта в Лондоне из-за проблем с голосом. После двух предыдущих выступлений на стадионе Уэмбли певице пришлось обратиться к врачу, который подтвердил у поп-дивы повреждения голосовых связок и порекомендовал прервать турне. Несколько лет назад Адель уже испытывала подобные проблемы со здоровьем и даже легла под нож хирургов. Из-за болезни пошли слухи о возможном прекращении карьеры певицы, но сама Адель их пока не комментирует. В Ути и Ронни возвращаются. В британский парк развлечений Плэжевудхилл свернули игрушки-талисманы «Медвежонка» и «Енота». Их украли в минувшую среду прямо из витрины сувенирного магазина на территории парка. Эти игрушечные зверушки особенно ценны для администрации, так как обитают в Плэжевудхилл уже около 35 лет и сделаны в единственном экземпляре. В Британии ищут миллионера. Организаторы лотереи EuroMillions ведут поиски владельца невостребованного выигрыша в размере свыше 1 миллиона долларов. Известно, что приобретен билет был в графстве Мертертитфилд в Южном Уэльсе. Розыгрыш состоялся еще 3 февраля, но с тех пор за деньгами никто так и не пришел. У владельца счастливого билета остается время до 2 августа. Затем его аннулируют. В Хорватии на такси теперь можно не только ездить, но и плавать. В течение лета быстроходные катера, обмещающие до 12 человек, будут курсировать между популярными среди туристов местами – городами Дубровник и Сплит, а также островом Хвар. Стоимость путешествия будет зависеть, как и в автомобиле, от количества людей на борту и маршрута. К примеру, катер для 8 человек из города Сплит на остров Хвар обойдется в 400 долларов. Чилийские ученые научились делать дизельное топливо из микроводорослей. Специалисты отдела химической инженерии и биопроцессов католического университета заявили, если микроскопические пресноводные водоросли фрагментировать, выделить из них масло и очистить от мусора и влаги, получится превосходное биотопливо. Переход на дизель из водорослей позволит сократить парниковый эффект почти на 80%. Во Флориде на мелководье подрались акулы. Хищники так увлеклись, что подплыли на расстояние около метра от берега. По словам очевидцев, возле побережья плавались 7 акул, но на критическое расстояние приблизились только 2. Большинство отдыхающих вышли из воды. Кто-то пытался отогнать рыб шумом. Примерно через 10 минут рифовые акулы уплыли сами. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!